начал утеплять стену есть дверь с правой стороны и с этой стороны стенка мне не нравится прохладной потому что везде утеплила здесь нет что я делаю значит раньше клеил я этот пенополистирол на пену а теперь вот на клей момент просто он у нас лишний не то что он дешевле лишний и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавляю 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 Сейчас я эту сетку закреплю при помощи третьих лиц и степлера. Все, запенил, прикрепил сетку. Вот здесь вот еще немножко не запенено, некогда было ждать. Прикрепил на степлеры, видите как смотрится. Сейчас тоненьким слоем, миллиметра 3, 4, 5, все это буду проходить. Все, на первый раз стеночку затер. Раствор, посмотрите, по сетке, сетку вы видели как я вложил. Это только первый слой. Оставляю теперь до завтра и уже она превратится, когда схватится раствор, превратится такой искусственный камень. По нему я буду стараться ровно затирать идеально. Следующее утро, стеночка подсохла, но думал, думал я всю ночь. Видите, здесь у меня перепад 5 миллиметров, а вот здесь внизу, наверное, будет сантиметра полтора. Сначала хотел заштукатурить как получится, а потом подумал, наверное, все-таки я намет сделаю. Чтобы здесь сделать намет, у меня одной направляющей будет служить сама дверная коробка, а здесь направляющей я сейчас сделаю вот такие бруски, 5 штук, и приверну алюминиевый уголок. У меня вот тут по случаю оказался алюминиевый уголок, вот так вот его приверну, и по нему у меня будет ходить провило. Алюминиевый уголок, алюминиевый уголок, алюминиевый уголок. Обязательно отвесил, то есть я по этому отвесу, вот поэтому сейчас установлю, уголок алюминиевый, чтобы у меня вот эта стенка, хотя я знаю, что вот в этом углу она более-менее ровная, и потом она идет, 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 она также и сюда приходит ровно, а вот эта неровность получилась из-за того, что кривое полотно, оно уже простояло не один, лет 15 простояло, вот так будем говорить. И чтобы более-менее выровнять притвор, видите, я его даже до конца еще не выровнял, вот мне пришлось коробку выдвинуть вниз. Ну и теперь приходится исправлять стенку, то есть там угол будет ровный, а стенка немножко потихонечку, потихонечку подойдет сюда пропеллером, но обналичка, когда ляжет, все будет ровненько. У меня правило ляжет вот сюда, это где-то здесь миллиметра три, тут может один миллиметр, два миллиметра, ну короче говоря, выровняю. Вот так вот у меня получилась установка направляющей, конечно же эти бруски уберутся, уголок уберется, и вот этот кусочек, который я, ну как бы не заштукатурю, я потом, у меня здесь плоскость будет, по нему выровняю. Здесь если два миллиметра, еще раз говорю, здесь до полутора-двух сантиметров доходит. Вот так вот ляжет правило, сейчас покажу, набрасывает сколько. Вот видите, зазор получается внизу, примерно вот такой, а повыше уже его практически нет. Дверь постарались обезопасить, видите, пленочка, потому что здесь будет правило ходить и брызги лететь. Вот так вот вот, вот так, все почти закончил ну как бы некорректно говорит что закончил видите наверху еще надо набросать вот эти вот пробелы которые между штукатуркой беленький их надо сравнять все упирается во время высыхания то есть накидал сразу нельзя делать немножко подождал окончание уже близко да OS шаппи сейчас Смотрите продолжение в следующей серии. Видите, как я уголок привернул сюда, и на толщину уголка этого здесь получилось углубление. Сейчас мне его надо тоже заделать. Можно сказать, штукатурку завершил. Немножко еще подзатирать обязательно сделаю. И хочу вам показать лайфхак. То есть вот забивал пробку, и теперь мне надо ее оттуда вытащить. Смотрите, что я делаю. Беру шуруп. Достаточно. И при помощи кусачек. Раз. Вынимаем пробку. Смотрите, штукатурку закончил. Вот, прохожу еще провел. Во всех направлениях зазора нет. Скажите, как нет зазора. А я сейчас покажу, как. Вот, берем бумажку. Вот видите, бумага. Вот. Если есть зазор, она падает. Ставим провило. Вот. Обыкновенная бумажка. Могу даже поинтереснее что-то показать. Как говорили раньше у нас. Поддола. Стоит. Стоит. Вот так. То есть в любом положении стоит. Значит, это высококачественная штукатурка. Ну, чтобы не обидеть нашу рубль. Тысяча рублей. Все. Вуаля. Браво мастеру. Хорошо. Сейчас пойду. Сейчас пойду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я очень счастлива, что мы наконец заштукатурили и все у нас сейчас в таком виде, но я думаю мы еще что-нибудь придумаем насчет декорации обои. Сейчас на улице 40 градусов, стеночка теплая, вообще классно. Короче говоря, шик, модерн. Молодец, Юрик! Продолжение следует...